Здравствуйте, дорогие зрители! На телеканале ЛОД вы смотрите «Прямую линию». Меня зовут Галина Горешняк и сегодня у нас в студии Сергей Медведев, руководитель комиссии общественного совета при Главном управлении национальной полиции Украины в Луганской области. Добрый вечер! Добрый вечер! Мы работаем в прямом эфире. Уважаемые друзья, дорогие зрители, если у вас возникают какие-то проблемы, связанные с правоохранительными органами, если вы столкнулись с несправедливостью со стороны старой новой милиции, полиции, звоните к нам в студию по мобильному телефону, который вы увидите на своих экранах и задавайте свои вопросы нашему гостю. А мы начнем. Общественный совет действует уже полгода. Расскажите, какие первые результаты его работы? Ну, скажем так, почти полгода. За этот короткий промежуток времени, ну, будучи корректным, я все-таки во взаимоотношениях со своими коллегами, я скажу, что, естественно, это большой коллектив, 30 человек, которые работают по разным направлениям. И вот комиссия, которую я возглавляю, которым доверено моими коллегами мне возглавить, называется антикоррупционная вообще комиссия, которая ведет одно из направлений, и в том числе связана с тем, чтобы подобные отношения не только выявлялись в правоохранительных органах, а с ними совместно с руководителями правоохранительных органах в разных регионах нашей области бороться. И, кроме того, выявляя, выводя на свет через общественность некоторые проявления негативные во взаимоотношениях между полицией, между некоторыми чиновниками и органами местного самоуправления в том числе, мы показываем, чтобы люди видели эти недостатки и видели результаты борьбы с этими недостатками. И вот у нас была недавно встреча на круглом столе, которую инициировала правозащитная организация, которую я тоже возглавляю, это адвокаты и юристы против коррупции и насилия над личностью, уже седьмой год я возглавляю эту организацию. Так вот, там были собраны весь силовой блок в городе Лисичанске, руководители различных общественных организаций, в том числе правозащитных, и представители органов местного самоуправления. И выступили все участники с целым рядом предложений, не только в том, что надо изменить в целом по Украине, то есть с жалобами о том, что мешает им работать, а с конкретными предложениями и примерами, что они на сегодняшний день меняют и собираются менять, в том числе и вместе с общественностью, и как менять в своих подразделениях, в своей работе, и какую они ведут работу именно, для того, чтобы люди знали в большинстве своем, в данном регионе, что о тех проблемах, о которых они говорят на встречах, как с руководителями, так и с депутатами различных уровней, и просто собираясь где-то за столом, обсуждая какие-то проблемы на предприятии, что об этих проблемах известно и в правоохранительных органах, и в органах местного самоуправления, органах исполнительной власти, и по этим направлениям уже не просто планируются определенные действия, а уже приняты определенные решения. Некоторые сотрудники полиции, в прошлом милиции, уволены по недоверию, значит, по некоторым поставлены вопросы о том, чтобы они прошли переаттестацию, и сейчас полная переаттестация полиции будет, и прежде всего спланированы целый ряд встреч с трудовыми коллективами, с тем, чтобы получить дополнительную информацию, а что видят в работе не так простые люди, как они предлагают избавиться от тех проблем, которые существуют у нас в обществе, в данном регионе, на данном этапе, и кому они доверяют, и кому не доверяют. Есть сотрудники полиции, за которых горой, можно сказать, определенные трудовые коллективы говорят, вот мы этого знаем, мы знаем, что он к нам приходит, мы знаем, что это ответственный человек, и мы вот обращались, и конкретные примеры приводят, и положительно разрешили, и прочее. Недостаточно этого. Да, это приятно слышать, что такие изменения есть, но этого мало, значит. И вот был приглашен там, как один из примеров, руководитель административного центра Лисичанск, это раньше МРЭО был, значит, новый молодой сотрудник, значит, из новой волны. И вот он как раз рассказывал, что там поменялось в обслуживании населения, насколько дешевле стало это обслуживание по целому ряду направлений, по переписке транспортных средств и прочее. И привел конкретные примеры, назвал конкретные цифры. Вот это как раз такие изменения, вот мы и хотим, чтобы наступили во всех направлениях взаимоотношений власти, любой власти, в том числе и полиции, и населения. Потому что встречаясь с многими тысячами людей и в предвыборной кампании, и до этого, значит, и сами руководители всех этих структур, и мы как общественная организация правозащитная, мы получили столько информации и увидели, что действительно при данных проблемах, которые озвучены людьми, надо организовать почаще такие круглые столы, и чтобы выступали и прокуроры, и начальники полиции, и начальники управления юстиции, ну как в этот раз было там начальник ОГИС, и многие другие, и рассказывали людям, что делается, и над какими проблемами они работают, и что они всегда открыты для связи с людьми, для того, чтобы улучшать жизнь человека не завтра, не послезавтра, а каждый день. Каждый день. И не через пять, не через десять лет, значит. На местном уровне что возможно делать? Надо делать. Потому что критиковать можно и в целом власть, значит, и кого угодно, любого чиновника, а давайте возьмем и попробуем что-то сделать для конкретных людей, для группы людей, но совместными усилиями. Мы как общественная организация, ну скажем, не обладаем такими уже возможностями, ресурсами, чтобы там кому-то что-то купить, построить там и прочее, но помочь разрешить в правовом плане, не допустить развития коррупционных отношений, которые мешают, как кость в горле, и нашему государству, и каждому человеку, значит, для решения тех или иных проблем. Там и в аптечном бизнесе, и в продовольственном, и по многим другим вопросам, значит. И вот эта попытка, наша попытка, вот первый шаг, что-то подправить, помочь. Вот новый начальник УВД у нас, Покинь Борода, значит, очень рационально мыслящий человек, значит, вот насколько я уже встречался с ним не один раз, значит, ну как в группе наших коллег, значит. И я вижу, что желание вот контактировать с многими людьми, разрешать их проблемы, у него огромное, значит. Нужна поддержка, помощь, все не охватит, значит. Мы такую поддержку согласны дать, значит, и даем. А как будет дальше, будем сообщать вам. Дорогие друзья, уважаемые зрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, а значит, у вас есть возможность позвонить к нам в студию и задать вопрос гостю программы. Напоминаю, сегодня вы можете задать вопрос, связанный с работой полиции, новой полиции, старой милиции в Луганской области. Вы также являетесь членом аттестационной комиссии по набору в полицию. Расскажите, как вот проходит аттестация новых сотрудников, на что обращается внимание прежде всего? Я вам скажу, что такая работа ведется, и вот некоторые из наших коллег, и Пятница, Сергей Пятница, это руководитель нашей организации, я имею в виду громадской рады при главном управлении полиции, очень толерантный и грамотный, профессиональный человек, значит, почему мы его избрали руководителем нашей организации, уважая его. И вот он и целый ряд наших коллег уже участвуют в отборе в ППС, в новую полицию, новых кадров. Да, были кое-какие претензии целому ряду кандидатов. И, ну, насколько как мне рассказывали, эти претензии обоснованы, и они требуют... Это же не просто простые люди, которые будут там что-то вытачивать, какие-то ямы рыть, значит, то есть какие-то функции обыденные выполнять, которые не несут особых рисков при взаимоотношениях. Значит, а тут риски есть, когда нужно оказывать помощь. Эта помощь должна быть не только квалифицированная, но она должна быть и своевременная. И человек, который будет вступать в такие взаимоотношения, ни в коем случае не должен быть равнодушен к проблемам других людей. Это первое. Он должен понимать, что он выбирает себе профессию и приходит в этот орган для того, чтобы помочь людям. И при этом должен учитывать, что кто-то может быть просто страдать определенными недостатками в силу своих болезней, в силу старости. Плохо слышать, значит. Или там не сразу понять, о чем идет речь. Здесь нужна выносливость, толерантность и дипломатия. На ваш взгляд, те люди, которые сейчас приходят в полицию, обладают ли они этими качествами, которые вы только что назвали? Достойны ли они быть лицом новой полиции в новой Украине? Вы знаете, я вам скажу, что я в полной мере оценить всю эту палитру новых лиц, которые пришли и приходят в полицию, еще не могу. Почему? Потому что наша комиссия, она будет работать немножко позже. Значит, только подали списки, куда и я вхожу в эту аттестационную комиссию по определенному региону. И с нашими коллегами, я по этому поводу, у нас будет заседание громадской рады, и там мы, очевидно, обсудим. И вот эти все новости, которые есть, и каждый выскажется, наверное, по поводу и проходящего отбора. Но реальную картинку мы можем увидеть только тогда, когда эти люди, которым уже доверили и они приняты, они покажут первые результаты своей работы. И эта работа должна быть не в том, сколько посадить, сколько наказать. Я всегда был противник этого, что главный показатель в работе полиции, в прошлом милиции, значит, это прежде всего тот позитив, который мы видим на улицах, и тот позитив, который мы видим в спокойствии наших сограждан, когда они живут у себя дома, не ожидая определенных преступлений, и зная, что они всегда могут быть защищены, где бы они ни были, в кинотеатре, на площади, дома, значит, и прочее. И ведется достаточно профилактическая работа для того, чтобы не посадить, не констатировать уже негативные факты, а не допустить определенных правонарушений. И одним из видов такой профилактики является правовой всеобыч, на который мы нацеливаем сейчас многие службы, организации, и стараемся, чтобы правовый всеобыч проводился перед населением, бесплатный правовый всеобыч по телевидению, в других средствах массовой информации. И на предприятиях, учреждениях, значит, даже руководителям доносились бы соответствующие их права, обязанности, которые регламентированы теми или иными законодателями или подзаконными актами. Многие просто не успевают, даже профессионалы, там, судьи, следователи, не успевают за тем валом изменений, которые в нашем государстве на сегодняшний день через Верховную Раду, через Кабинет Министров идет, значит, просто отследить и изучить все эти изменения. Давайте, я уже не говорю про рядовых граждан, давайте поможем нашему обществу все это быстренько переосмыслить, понять и знать, а значит, знать, как себя защитить в тех или иных ситуациях. Сергей Анатольевич, предлагаю вот сейчас перейти к теме коррупции. Скажите, на ваш взгляд, какие направления деятельности областной полиции являются наиболее коррумпированными сейчас? Вы знаете, вот я могу сказать только о том, что я слышу из прессы, что я слышу с телеканалов, телевидения, и сказать сразу вот так, что я четко знаю, провел такой анализ, и я знаю, что вот такая служба наиболее коррумпированная, я скажу другое, что коррупции не должно быть в полиции вообще ни в какой службе. И вот эта главная задача не сравнивать у кого больше, у кого меньше, а бороться в целом с этим явлением как таковым. Значит, и при этом ни в коем случае не через поголовное уравнивание всех и сравнивать их с негативом, значит, говорить, что вот все в полиции плохие или там, как и все хорошие тоже не могут быть. Должна быть справедливость в оценке тех или иных действий. Мы не должны потерять настоящих профессионалов и людей с большой буквы. Даже если они служили в прошлом в полиции, в милиции в прошлой, значит, но, извините, а что, у нас была какая-то альтернатива? Значит, где-то могли они служить в других подразделениях? Нет. Давайте оценивать по конкретным результатам работы уже сегодня и тех, которые являются предателями, тех, которые являются явными коррупционерами и не хотят отказываться от этого ни при каких обстоятельствах, просто надевают очередную маску, пытаются спрятаться от этих времен, значит, от этих надо избавляться однозначно, значит. Не жалея, сколько бы их не было, значит. Скажите, а как общественный совет при национальной полиции, вот в Луганской области, будет контролировать деятельность полиции? Знаете, вот мне никогда не нравилось слово контролировать, потому что мы вот создали эту общественную организацию, и то, о которой я говорю, в которую я вхожу 7 лет уже, 7-й год, и возглавляю ее, так и вот Громадскую раду при Главном управлении полиции, не для того, чтобы контролировать, а для того, чтобы вместе солидарно решать те задачи, которые общество и государство ставит перед всеми нами. И где надо, просто подсказать, значит, если мы не будем справляться и не сможем найти общий язык для решения совместно этих задач, то, значит, ну, собрались не те и не для того, значит. Но пока, вот я смотрю по своим коллегам в Громадской раде, значит, по их активных позициях, по целому ряду направлений, откровенным разговором с начальником управления внутренних дел, ну, в данном случае, главного управления полиции Луганской области по Кинь-Бородою, я вижу, что желание навести порядок, и мы там более принципиально, более, может, даже жестко по некоторым высказываемся, значит, именно с той целью, чтобы результаты были получены как можно быстрее. И мы видим обоюдное стремление, как руководство главного управления полиции, так и не только полиции, и прокуратуры, и там других служб. На сегодняшний день, чтобы нам где-то кто-то мешал, становил искусственные барьеры, препятствия, значит, в том числе и губернатор Тука. Значит, настолько человек дальновидный, может быть, не менее оценивать его деятельность, но я вижу, что стремление к тому, чтобы улучшить положение дел в Луганской области, у него большое. Может быть, он еще не все понял, и практики такой нету, как у других губернаторов или у других руководителей высшего уровня, значит, и прочее. Но то, что он неравнодушный человек и к проблемам нашего общества в целом, и Луганской области, и сопереживает всем людям, которые пострадали от террористических актов, значит, и делает для того, чтобы как можно быстрее разрешить те проблемы, которые он в состоянии разрешить. И я вижу, что вот как раз в целом складывается такая ситуация, что общественным советам, какие бы они ни были, значит, ну, то есть при городских советах, там, общественные советы при определенных департаментах и прочее. И просто людям, которые пожелали участвовать на ведении порядка и пересмотре тех или иных взаимоотношений, которые сегодня мешают жить людям, значит, он всегда подаст руку. Я это вижу, слышу от многих людей. Не всегда, может, хватает времени. Ну, что ж, это дело такое. Поэтому вот должны существовать и такие, как и наша организация, не для того, чтобы вот, ну, куда ни заглянуть, на телеэкраны, значит, везде критика, везде только вот эти не так, эти не так, эти не так, значит, и называются конкретные должности и прочее. Хорошо, что люди имеют возможность и право высказаться, но таких, которые приходят и говорят, давайте я попробую что-то вместе с вами разрешить, возьму на себя часть проблем общества, часть проблем государства, конкретного предприятия, учреждения. Но касательно коррупции, я вам скажу, это вот та кость как раз в горле и государства, и общества, которая, если ее удалить, дышать станет легче. Причем всем и даже бывшим коррупционерам, значит, потому что куда бы ни пошли обслуживаться, что бы ни решать, вот рассказывают мне, как трудоустраиваться на некоторых предприятиях, значит, мы говорили уже открыто на этом круглом столе, и эти вопросы были подчеркнуты, взяты на карандаш, значит, и прочее. Как трудоустраиваться? Приходят и требуют взятку, значит, через два-три месяца выгоняют, ну, по надуманным, по каким-то объективным причинам, на это место набирается другой человек и тоже, значит, за взятку. Мы вернемся к деятельности полиции в Луганской области. Скажите, сможет ли общественный совет влиять на кадровую политику? Мы уже на нее пытаемся влиять, значит, и видим результаты в беседах с руководителем конкретных учреждений, предприятий. Вы знаете, мне понравился разговор с прокурором Лисичанска, с прокурором Северодонецка и целым рядом представителей судебной системы, которые правильно оценили на сегодняшний день все то, что происходит как в их коллективах, так и в целом в нашей области по целому ряду проблемных вопросов, в том числе и по коррупционным, я откровенно скажу, вот была встреча с председателем Северодонецкого суда, значит, мы очень долго обсуждали целый ряд проблем, значит, видение его взаимоотношений с обществом для того, чтобы улучшить микроклимат в самом суде и вот поднять на должный уровень ту работу, которую ждет от него общество, значит, это чтобы люди приходили в суд за защитой своих прав и получали эту защиту, независимо от материального положения, независимо от того, с какого он региона, то ли он переехал сюда с Красного Луча или там с других, там с Попасной, значит, или прочее, или он местный житель, независимо от его материальных возможностей, а вот пришел человек, его право нарушено, конституционное право, право, которое регламентировано специальными законами, оно было бы 100% защищено, без всякой дискриминации. И вот это понимание и это желание навести должный порядок и разъяснить внутри своих коллективов определенных, это вот мы слышим и со стороны прокурора Северодонецка, со стороны прокурора Лисичанска, и начальник полиции Лисичанска Николай Сергеевич, он прямо сказал, выступая на круглом столе, надо, зная всю ситуацию изнутри своего коллектива, своих служб, значит, и прочее, там были приглашены все начальники отделения милиции, все заместители начальника полиции и прочее. Он правильно сказал, что надо начинать эту работу по борьбе с коррупцией и со всеми этими недостатками в контакте с трудовыми коллективами, с обществом, в целом, значит, с самих себя. У нас есть первый телефонный звонок, давайте мы выслушаем нашего зрителя и продолжим тему беседы. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Задавайте свой вопрос. Я бы хотела задать вопрос Илье Анатольевичу. Зовут меня Григорий Антонович, Илья Анатольевич. Мы с вами неоднократно встречались и работали по защите права ЛИПИС. Что бы вы могли сказать, что с 1 ноября 2016 года очень сильно повысилась ставка судебного сбора, и простой человек не в состоянии просто обратиться в суд за защитой своих прав. Так как ставка судебного сбора минимальная 541 гривна. Это очень высокая ставка. Спасибо за звонок. Как раз то, что наболело. Да, да. Я вам скажу, что по целому ряду вопросов, которые мы сами не в состоянии разрешить, ну, то есть наша организация и не может разрешить определенные руководители тех или иных структур, судебных органов власти и прочее. Вот я, допустим, направил целый ряд предложений в Верховную Раду и просил внести соответствующие изменения в законодательство. Поскольку я в прошлом, в 90-е годы был депутатом городского совета в Лисичанске, был помощником народного депутата Украины два года, тоже в 90-х годах, и имею практику достаточно хорошую, значит, по всем этим вопросам, я набросал определенные законопроекты и предложения для того, чтобы можно было изменить законодательство, чтобы оно улучшило жизнь людей. И в том числе по многим вопросам связано с реформированием судебной системы. Кроме того, направил целый ряд предложений президенту, в том числе и электронные обращения, значит, и прочее. Вот там были и по лекарственным препаратам. Сравнить цены у нас, в Луганской области, и я специально созвонился со своими коллегами в других регионах, некоторые лекарственные препараты на 300-500% разница, то есть ценовая политика какая, значит, и прочее. Обратил внимание на эти вопросы на встрече с губернатором и прочее. Но те вопросы, которые мы не в состоянии, в том числе и поднятый в данном случае вопрос, уважаемая телезрительница, спасибо, что вот она неравнодушна ко всем происходящим событиям, она все-таки позвонила. Значит, все то, что невозможно разрешить на местном уровне, надо обращаться к тем нашим представителям, которые уполномочены обращаться и поднимать эти вопросы на должном уровне. Вот мне приходилось помогать депутатам городского совета писать соответствующие документы, для того, чтобы они юридически были правильными и грамотными. Ко мне приезжали некоторые депутаты Верховной Рады, значит, и я помогал составить и высказывал свое мнение, и делился той практикой, которая у меня есть, а я веду дела и в Европейском суде по правам человека, и по всей территории Украины, значит, есть оправдательные приговора и прочее, по сфабрикованным, кстати, делам уголовным, значит, и помогал решить эту задачу, чтобы потом не говорили люди, когда приходят к некоторым чиновникам и говорят, вот не получается, а некоторые руководители говорят, да это не наша компетенция, мы в своих рамках не можем это решить и все, и ставим точку. Ну не можете решить, вот я с председателем суда с одного из районов в Луганской области разговаривал, он говорит, вот это не говорено еще, не приняли решение на законодательном уровне, нет практики применения, значит, а я говорю, а люди страдают с разных регионов, значит, а давайте вы обратитесь к председателю апелляционного суда, в Министерство юстиции, к председателю высшего специализированного суда, и они обратятся со своими предложениями в Верховную Раду, чтобы внесли изменения, чтобы облегчили этим людям жизнь. Ну, это я так уже развернул более широко палитру, потому что понимаю, что эта проблема, о которой говорит сейчас телезритель, значит, она не одна, и она насколько разношерстна. Спасибо, что вы сегодня пришли к нам в студию. К сожалению, время нашей программы заканчивается. Я думаю, мы с вами встретимся еще не один раз, и наши зрители смогут задать как можно больше вопросов. Напоминаю, что сегодня у нас в студии был Сергей Медведев, руководитель комиссии общественного совета при Главном управлении национальной полиции Украины в Луганской области. Вы смотрели прямую линию. Меня зовут Галина Горешняк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова